Прошло много лет с того дня 1941 года, который навсегда останется в памяти многих поколений граждан России. Сильный и коварный враг ворвался в наш дом, чтобы уничтожить нашу страну, культуру, наш язык, ограбить наши заводы, фабрики, колхозы, наши жилища. Весь мир, затаив дыхание, следил за ходом войны Германии против Советского Союза. У нас было меньше самолетов и танков современных марок, меньше опытных командных кадров, меньше опыта ведения крупных военных операций. Но Красная Армия продолжала сражаться. Фашисты подошли к Москве, сердцу России. Им был виден город в бинокле, но русские не сдавались. Почему? Великий полководец Александр Васильевич Суворов говорил, мы русские, мы все одолеем. Вот этого-то, что русские все одолеют, и не могли понять и предусмотреть в своих планах немецкие генералы. Сегодня с полным правом можно сказать, что в той страшной войне важнейшей причиной нашей победы были стойкость, героизм, патриотизм наших сограждан, качество, извечно присущее русскому народу. Тамбовская область проводила на защиту Отечества свыше 400 тысяч человек. Из них 262 отмечены высшей степенью отличия, званием Героя Советского Союза. Отдавая должное всем защитникам Отечества, сегодня мы расскажем о героях-тамбовцах, об их фронтовых подвигах. Мероприятие проводится совместно с Тамбовской областной общественной организацией «Молодежная инициатива». В полдень 22 июня 1941 года Московское радио передало экстренное правительственное сообщение. Без объявлений войны фашистская Германия напала на СССР. Сражения невиданного размаха вспыхнули на огромном фронте от Баренцева моря до Черного. Мировая история не знала битв, равных по своему масштабу тем, какие начались летом 1941 года на Советско-германском фронте. В первые же дни войны в военные комиссариаты Тамбовщины поступали многочисленные заявления рабочих, колхозников, интеллигенции, учащейся молодежи с просьбой отправить их добровольцами на фронт. На Тамбовской земле в годы войны шло формирование многих частей и соединений Красной Армии. Здесь осенью 1941 года были сформированы 323, 325 и 331 стрелковые дивизии, которые ушли защищать Москву. Здесь была сформирована осенью 1942 года 2-я гвардейская армия под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского, впоследствии маршала Советского Союза, сыгравшая важную роль в разгроме немецко-фашистской группировки войск под Сталинградом. Не было такого участка фронта, где бы не сражались за родину тамбовцы. Одним из первых героев Советского Союза в годы Великой Отечественной войны стал летчик-истребитель 158-го истребительного авиаполка младший лейтенант Петр Тимофеевич Харитонов, уроженец села Княжево Маршанского района. 28 июня 1941 года в районе города Остров он таранным ударом сбил вражеский бомбардировщик, пытавшийся прорваться к Ленинграду. А 25 августа того же года Харитонов совершил второй таран. В битве за Москву осенью 1941 года отличился башенный стрелок 4-й танковой бригады старший сержант Иван Тимофеевич Любушкин, уроженец деревни Садовая Мучкапского района. Он уничтожил только в одном бою 6 октября у села Первый воин под Мценском 8 вражеских танков. В одном из боев в июне 1942 года пал смертью храбрых. Младший политрук, танкист Илья Елизарович Барбин, уроженец села Репное Уваровского района, там же в боях под Москвой уничтожил в одном бою 10 вражеских танков. Никогда не сотрется в памяти народа великий подвиг защитников Сталинграда. В дни, когда фашисты рвались к Волге, тамбовцы были среди тех, кто встал насмерть на пути врага. Многие из них в решающие моменты боя шли на самопожертвование. Капитан Александр Николаевич Авдеев, уроженец села Луговая Жердевского района, в июне 1941 года направил свой горящий бомбардировщик на танковую колонну врага. Такие же подвиги совершили капитан Семен Михеевич Алешин, уроженец села Воронцовка Знаменского района, майор Степан Андреевич Кибирин, майор Николай Афанасьевич Кулигин, лейтенант Леонид Андреевич Халяпин, лейтенант Николай Семенович Фирстов и многие тамбовцы. Иван Кучин, Мамаев Курган. Я на ступеньке памяти присяду, что жгучие поземки замели. И снова повторю я, как присягу, весь гнев огня и доброту земли. Здесь шли в атаку даже камни голые, дома бросались, как бойцы в бою. Здесь положили молодые головы товарищи и сверстники мои, бетонные страницы оглушили. Безволным ревом черного огня глаза прикрыли, языка лишили, и неприметным сделали меня. И маленький встаю я, как пред святыней, пред вечной книгой славы боевой. И сердце, захолонувшее, стынет, пронзенное пронзительной строкой. Склонилась матерь к изголовью сына, кричат герои в каменные рты. И вознесла свой грозный меч Россия, просторы волжской гулкой высоты. И каменные не спадают в флаги. Смахни с виска фуражку и замри. И полыхает нашей кровью факел в руке, поросший прямо из земли. И снова бьет в лицо железный ветер. И режет горло криком на живым. Друзья мои, не верьте вы, не верьте. Здесь памятник не мертвым, а живым. А кулаки сжимаются до хруста. И холод пробегает по спине. Высокая трагедия искусства. Здесь стало с правдой жизни наравне. Разгромив врага под Сталинградом и на Курской дуге, советские войска наступали по всему фронту, освобождая родную землю. Более 40 тамбовцев получили звание Героя Советского Союза за подвиги, совершенные при форсировании Днепра. Минометный расчет сержанта Бориса Александровича Котова, уроженца села Пахотный угол Бондарского района, несколько дней удерживал захваченный плацдарм на правом берегу Днепра, недалеко от Киева, отбивая непрерывные атаки фашистов. Когда кончились мины, красноармейцы бросились в штыки. В этом бою погиб Борис Котов, отважный воин и прекрасный поэт. Ему присвоено звание Героя Советского Союза. Ползет лиловый вечер. Уж запад догорел, с косматой крышей ветер воюет на дворе. Скрипят, звенят осины, гроза, как дальний бой. Суровые картины встают передо мной. Землянка давит спину, и звонок пуле взлет. За жидкую осину встрекочет пулемет. Ночь сыплет жгучим градом. Ночь сыплет в нас свинцом. А смерть тяжелым взглядом уставилась в лицо. И вспышками винтовок кругом весь мир светет. И вдруг рванулось слово «Вперед!» Теперь все в прошлом это. Ночь, залпы и шрапнель. Прострелянная шапка, солдатская шинель. Теперь иные звуки. Но коль нагрянет враг, возьму винтовку в руки и выровняю шаг. Отважно сражались и моряки, наши земляки. Командир дивизиона торпедных катеров Черноморского флота, Мичуринец, капитан-лейтенант Сергей Николаевич Котов, защищал Одессу и Севастополь. Бил врага под Новороссийском и Керчью. Он совершил 156 боевых походов. Десятки фашистских кораблей и самолетов уничтожил, защищая Заполярье, наши и союзные морские караваны, воздушный ас-моршанец Виктор Сергеевич Стрельцов. Он совершил 146 боевых вылетов. Участвовал в прорыве Ленинграда. Освобождал город Тосно и станцию МГУ. В боях на литовской земле погибли герои Советского Союза артиллерист Алексей Митрофанович Кустов, уроженец деревни Семеновка Инжавинского района, и танкист Константин Иванович Жуков, уроженец села Большая Уваровщина Керсановского района. Каждый из них подбил несколько танков и уничтожил по взводу немецкой пехоты. Под жестоким огнем первой форсировала западную двину рота старшего лейтенанта Ивана Алексеевича Мартынова и, отразив десятки атак врага, удержалась на плацдарме. Очистив от фашистов советскую землю, Красная Армия несла народам Европы освобождение от фашизма. В летопись ее славных побед на территории других стран вписаны и имена многих наших славных земляков. Немало польских городов и сел освободила гвардейская механизированная бригада уроженца Мичуринска полковника Всеволода Язуповича Рывжа. В числе первых пришли на помощь восставшей Праге в мае 1945 года танки бригады полковника Андрея Илларионовича Ефимова. Бесстрашно штурмовал форты Кёнигсберга батальон Николая Ивановича Мамонтова. Десятки танков и самоходных установок в уличных боях в Перлине уничтожила батарея Петра Андреевича Синельникова. Сотни тамбовских патриотов сражались в партизанских отрядах в тылу врага. Всему миру известно имя отважной комсомолки Зои Анатольевны Космодемьянской, уроженки села Осиновые Гаи Гавриловского района. Ее бессмертный подвиг стал символом беззаветной преданности нашей молодежи своей родине. 14 эшелонов врага пустил под откос герой Советского Союза разведчик-сапер Николай Михайлович Фролов из села Отхожие Ржаксинского района. В лесах Белоруссии в партизанском отряде имени Гастелло сражалась диверсионная группа, возглавляемая тамбовцем Василием Федоровичем Шутовым. Она пустила под откос 23 фашистских эшелона. Звания дважды Героя Советского Союза удостоены Алексей Константинович Рязанов и Василий Васильевич Синько. Каждый из них совершил более 400 боевых вылетов. Подвиги наших земляков навсегда вписаны в историю Великой Отечественной войны. Именами многих героев войны названы населенные пункты, школы, техникумы, улицы сел и городов. Им воздвигнуты памятники, обелиски, в их честь установлены мемориальные доски. Кондратьев, солдатам Победы Весною Великой Победы в Берлине, закончив бои, Тогда еще юные деды спасение Европе несли. С еще не остывшей от крови Огня и металла земли Завалов убрали руины, Остатки фашизма снесли. И мир пробуждая весною С надеждой Бога моля. Покончив навеки с войною, Солдаты пахали поля. И в синее небо взметнули Проспекты своих городов. Свободу и счастье вернули Народу на веки веков. И все, что сегодня имеем, Что дорого в памяти нам, Спасти, сохранить мы сумеем В дань памяти нашим дедам. И пусть их сегодня немного, И в дань улетают года, Величие русской Победы Жить будет в народе всегда. В книге доцента, кандидата исторических наук, Участника Великой Отечественной войны, Кавалера боевых наград Льва Григорьевича Ячкова «За Родину» приводится около ста очерков О подвигах героев-тамбовцев, Вызывающие гордость за нашу отчизну, За ее героическую историю. Дорогие тамбовчане, Вы можете найти фамилии своих родных, Не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов В многотомном издании Областной книги памяти. Многие наши славные земляки Пали смертью храбрых. Жертвы, принесенные на алтарь победы В Великой Отечественной войне, Велики. Но великой была и сама победа. Победа за сохранение Не только нашего государства, Но и всего мира От угрозы фашистского порабощения. Мы низко кланяемся Всем героям Отечества, Которые имели высокое понятие О чести, о присяге, о родине. Они не предали ее В трудный час смертельных испытаний. Не струсили, не согнулись. Мы обязаны жизнью этим людям.